Начинает темнеть, собственно, уже как бы свитерки такие, и вы слышите, вы идёте в сторону Дерина, да, куда Дерин сказал? Вы слышите, вот где-то сбоку кто-то идёт. Ну, две ножки. Я присматриваюсь. Гуманоид. 19. Маленький, большой. 18. Средний. Ты тоже видишь гуманоида? Одетый. Да, одетый. Ты кто? А что ты тут делаешь? Так, стоп. Мы тебя наставили во дворце. Ты понимаешь, что ты идёшь в лесу. Стоп, стащил карандаши. Ты вечером ложился спать в замке, и было всё хорошо. Хорошо? Потом ты просыпаешься от того, что ты идёшь в лесу. И Дэвид что-то не тыкнула. Да, и ты слышишь знакомые голоса, что тебе кричат, что ты кто, что-то тут делаешь. Меня зовут Вольф. Да ладно! Я слышу вас, Вольф. И почему тут и не дома? А я не знаю. Кто тебе такой придумал? Я не знаю, что там. Он сбежал. Он сбежал. А я случайно. Ага. И часто у тебя такое? А я не помню. Помогите. Нет. Верёвку дай. На. Давайте я свяжу. Ты его нести дальше собралась? Нет. Ну, в принципе. Давайте так, короче. Пусть просто Мадей за ним подглядывает. Если вдруг. Я предлагаю так. Давайте ему, короче, просто... Нам этим солнечные очки и варежки, чтобы, не знаю, было пальцы раскрыть. Он так и сможет продавать. А я не то, чтобы колдун прям. Ты знаешь, когда вот... Когда у тебя... А, всё, ладно. Ты что-то колдуешь какой-то... Так. Призываешь. Всяку. Спасибо, Дарьяна. Я думал по поводу того, что... Обращайтесь, я в магию выбираю слова. Когда я ложусь спать, происходит какая-то фигня. Я оказываюсь посреди леса. Это, наверное, меня в лес просто тянет, ну ладно. А ты бивай снежку. Он не сходит во сне. Просто всё так-то нормально. Он не значит, что перед сном может тогда у меня как минимум отбирать двуручный меч. Да. Ты им всё равно не пользуешься. Ты костой в штуку. Я знаю. Мы, короче, перед сном... Привязывать сверёвку. Связываем урожек. Мы надеваем ему на голову мешок. Вещьми, вещь. Так можно, чтобы я дышал? Нет. Мелочи какие. Врачи. Не все в прошлый раз уже надевали на голову мешок. Кучит, кучит. Да, она его проела в двух местах. Ты ему так на уме не купила. Не помню. Она не плавает. Она не плавает. Спать склянула. Я просто предупреждаю. План моего свято. Да. Отлично. Сейчас ты за ним караули. У вас такой волшебный лес. Кое-где там летают всякие... Сверчки. Да. Спрайты. Вот они зовут. Как я их называю? Спрайтлички. Сверчки. Сверчки летают. Спрайты летают. Все прикольно. Все что-то живое. Там шевелится. Что-то звучит. И вот эти вот светлячки, они как звезды, которые на небе тоже загораются. И среди всего этого вы слышите, как будто кто-то плачет. Ты не слышишь, у тебя один. Я иду. Да, ну кто-то плачет. Как хорошо, что ты не слышишь. Я иду туда, где плачу. Слушай, у меня 20-ка на прислушивание. Я могу определить это? Надо. Я говорю, да, ну что там кто-то плачет. И может, возможно, это магические эти... А оно по тому направлению? Да, по тому направлению. Ну, мы туда идем-то, рот. Разоружать. Друг там, не знаю, принцессы в виде. Ну, прооницательность можно кинуть. Да, давай. А что ты проинтуиция? А что ты хочешь понять на интуиции? Нормально. Я с интуицией. Значит, на правду можно прокинуть. Если там 20-ку выкидываешь, то мне... Можешь, интуиция, срабатывать. Нет, ускорбался. Ну, у меня единственное, что... Ну, это есть принцессы. Ну, я даже не буду... Я... Фу, там кто-то плачет, начал молчать. Все нормально. Какое у тебя мировоззрение? Хатичин добрый. О-о-о-о. Я решила, что пора уже... Мировоззрение себе прописывать. Головка, хатичин, доброфесса. А кто второй? А что, непонятно было? А, ну вообще, я все время... Добрый. А чуй страдает. Собственно, вы идете и слышите, что становится все отчетливее, что это какие-то женские голоса, они перешептываются между собой, и кто-то плачет. А, то есть отдельно голоса, а отдельно кто плачет? Ну, оно как бы в одном месте все. Ну, в смысле, это разные вещи. А плачет один, а голосов много шепчут. Да. А плачет тоже женщина? Ну, знаешь, не то, чтобы прям один плачет, но как бы вот... Такое вот... Просто... Это не рыдание, а просто плачет, но не слышно, что вот эти вот перешептывания, они тоже вот такие вот жалостливые. Ага. А знания природы включают? Может себя включать как раз знания тех, кто может создавать такие звуки в лесу? Ну, в смысле, это же волшебные существа. Ну, да, по идее, да. Они живут в лесу. Я пытаюсь на знания магии. 22. Дальше. Дальше. Себе по голосам кажется, что это дриады. Шепчущие. Да. А хныкать-то может? Ну, они же сговаривают. Дерево спелили. Блин. Идем. Мы не сможем его вырастить. Дерево прям сейчас. Смотри, как... Все, мы не играем. Вы идете, собственно, наоборот поискать других, выходите на поляну, и в центре поляны такие несколько деревьев, такие вот похожие на глакучиво, они такие вот замовешенные, все опущенными ветками, и вот оттуда голоса. Я иду к деревьям, кто плачет нам помочь, вдруг там... Я на фиг внимательность на все эти случаи. Не, нафиг внимательность, я тоже. Я 15, я просто иду. А вы не замечаете ничего. У меня герет на внимательность, я полностью убежден, что там безопасно. Ну, туда первый идет Дэнни, потом ты замануешь туда. Я думаю, все туда идем. Вы раздвигаете и видите, что деревья такие растут кругом, и в центре одной дерева, и на деревьях Дриады, которые на вас такие оп и смотрят на вас. Как Сова. Добрый вечер. Здравствуйте, девушки. И они такие, вот все какие-то грустные, такие, говорят, здравствуйте. Что же случилось у вас такое? Может, вы плачете так громко, что мы даже здоровьем. Что же вы Дриадушкина пригорю? Да пригорюте. Каждый раз забываю, что с вами очень сложно разговаривать. Ртом. Ртом очень сложно. Руками не сложно, ртом сложно. Они такие, услышав это, такие вот как-то отворачиваются, такие совсем грустные становятся. И сверху такие спускаются еще девки. Может, мы вам сможем помочь? Мы специалисты по помоганию девушкам. Девушкам особенно. Они такие выглядят, говорят, как вы нам сможете помочь? Вы объясните, что с вами стрясло? Сколько? Семьдесят два. Все оптом. Ну, они там такие полуголые, зеленые девушки сидят на ветвях. Гибкие. Гибкие, да. Ну, если вы скажете, какая у вас проблема, то мы, возможно, сможем помочь. Вот так-то откуда мы знаем как-то. Что у вас случилось? Ну, садитесь. Они на вас смотрят, говорят, только обещайте никому не рассказывать. Гибкие, грубо кому рассказать еще тут. И они вам говорят, что ходит слух, что скоро придут, кто-то придет к заключанию. Но один ключ у их подруги. И они ее убьют и заберут у нее ключ. А зачем убивать? Что это за система у вас такая садистская? А давайте мы этот ключ спрячем, чтобы никто его не отобрал. А одна из дриад оборачивается. У нее вот здесь вот на груди торчит вот этот ключ. И он как будто взрос в тело. А вы можете его нам отдать, чтобы нам не пришлось его убивать? Она внутри вас. А можете жить без с нами? Да. Мы вас защитим от тех, кто может вас убить. Это дриады, у которой ключ, она так очень смущается. Говорит, я не знаю. Девушка, вы такая красивая. Вы такая замечательная. Вы посмотрите, как это выглядит. У нас женская какая-то. Мир так и не жили. Что вы не теряете, если вы умрете? Если такая красота. Она начинает ваших детей. Я не хочу убирать. В нашем цветнике не хватает вас. Мистер Тони. Самый зелененький. Я искренне в этом уверен. 72% оно мне нравится. Вы меня защитите от тех, кто захочет меня убить? Конечно. Моя кота, она с вами. А как у нас показался этот ключ? Так был создан. Пожалуйста. Очень логично. А если он активируется? Она смотрит на тебя, как я не знаю. Проблема в том, что если он активируется, и она сама... Минуточку, девушки. Они опять начинают шептаться, грустят. Плачут. Грустят, плачут. Плоти, посмотрел. Я не хочу. Поварю. Я не желаю тебе вырезать прикрепы из людей. Посмотрел. Я... Резва подвернула. Резва подвернула. Резва от кучи станет. И если без нее исчезнет, то ее только лучше сядет. Никто за нее больше не претет и не пытается его оттуда вытащить. Во-первых, это про нас. Она застет. Да что ты! А во-вторых, проблема в том, что я бы вижу, что если ключ активировать, то она и так умрёт. Да его, может, не надо активировать. Мне кажется, просто она видит. Если что, я ей просто попробую операцию сделать. Они же у нас лекари. 20 из 10. Сегодня мы играем в больничку. Я ассистент. Мы с Тамарой. Два на руках сидим. Отлично. Так вот, девушка, как вы зовут, кстати? Так, так, так. Она такая смущается, говорит, скажем. Хорошо. Красавица, пойдёмте с нами. Мы найдём меч. Нам нужно найти меч, понимаете? А вы пришли за плечами? Да. Мы не хотим вас убивать. Она прячется там. Девушка, найдите меч. Защитите ваш лес. Дубль 2. Если мы не найдём этот меч, то придут врачи и сожгут ваш лес. Мы не хотим, чтобы они сожгли вас лес. Нам нравится этот лес. Тут бегают классные рыси. Правда, это видовшивые крестьяне. И очень много симпатичных девушек. Нельзя взялить лес до зряды. Они такие ахают, перешёпкиваются, что-то там решают. Давайте, пойдём с нами, пойдём, пойдём. Спасните. И вот та взряда, она такая говорит, а вы меня не убьёте? Нет. Нет. Если вы меня убьёте, погибнет моё дерево. Как мы можем это допустить? Да, в этот момент мы должны были проникнуться. Ух ты. Трагедии просто происходящие. Драма. Я всё ещё в капюшоне, но я всей своей позой выражаю. Драму. Драму. Драма. У неё второе имя. Драма. 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 Она соглашается и начинает спускаться из дерева. Я помогаю ей. Ну, собственно, она на тебя опирается, потому что у неё как бы, судя по телосложению, она не то существо, которое часто ходит ногами. Я помогаю ей уходить. Поэтому, если она будет идти, она будет на тебя опираться. Так. Можно спросить? Что происходит? Где мы? Помоги. В лесу. Сняли себе с дерева голову девушку. В волшебном лесу. Мы ищем волшебные плечи, чтобы найти волшебный меч, который может королю Алистеру. Или собрать неизвестно. Так, кажется, мне не относилось. У Вольфа всё в порядке. Он начал спать вечером на торце, проснулся в каких-то кустах, а мы снимаем с дерева какую-то зелёную бабу. Давай, короче, я подхожу к Вольфу. Это всё твой сон, не проснёшься во дворце. Так, раз, сон. Это сейчас ещё луна выйдет, пока. Кстати, нам лето накинуть. Я пытаюсь Вольфу на вразе. Пожалуйста, я и так... Какой снег? Двадцать. Двадцать. Именно чувство правды. Может, хоть очухается. Девять. Ты ей веришь. Это по-анну сон, Ван. Так, нет, всё, я схожу с ума, хорошо. Ничего страшного. Во сне. Материальные станции. Материальные деньги. Куда теперь показывают? Главное, чтобы трупы не исчезали. А, сейчас я гряду опишу. У неё зелёная кожа, длинные волосы и ощущение, как будто ветви ивы в волосах. И, собственно, из одежды на ней только волосы и ветви ивы. О, какая классная. Фотосинтезирует. Фотосинтезирует. Да. Они зелёные. Поэтому она просто фотосинтезирует. Идём туда. Я ни разу не удивлена, что именно твой ключ показал нам полу. Но не начинайте. Вы знаете, просто идут втроём. Просто Дерина троллят. А Дерин делай ты, чтобы глухой бак обнимать разряду помогая ей идти. Я лягу где-нибудь в пустах спать, а вы следите за... Займусь-ка я делаю. За вольфом. Давайте я свяжу. Отдайте верёвку. Я просто кому-то уже давала верёвку, по-моему, была заявка. Так я взяла на тебя. Егор. Кто там хотел, он мешок на голову забить? Я хотела, но я, короче, помог тут разбить лагерь, а сам отошёл столом и там нам обратились. Вы милую Дриаду. А будь с нами что-то? Да, Дриада с вами, да. Он уже переживёт. Дриада вас шёптал, спрашивая, почему он ушёл. Он социопат. Он монах и медитирует. В одиночестве? Мне нравится, что три у нас так. Селебрат у неё. Четыре. Дриада забыралась. А БЦД у неё выбирайте. Вы просто слишком прекрасны, чтобы я боюсь себя не проконтролировать ночью. Она тебе кричит, что здесь недалеко есть озеро и там есть сирены. Нет, спасибо. Вот это ты. Это можно? Окей. Окей. Оказался. Я трачу сейчас на медитацию, на ауру. На ауру восприятия. Я считаю, что они не кончились. Дай Бога. Блин, я не считаю, что они красивые. Нет. Спать на маму. Держулись после войска. Вот что-то нужно. Волк. Поэтому я так, блин, и я короче там. Я ложусь подремать волком. Очень хочется повыть, ну просто вот дико. Нет. Чего я на себя отказываюсь? Я помою. Причём я ж бар. Погоди, я ж бар. Успокойся, Дриада, пожалуйста. Пожалуйста. 30 на выступление и очень красиво. И мы же старчики начинают отвечать за разных концов леса. Отлично. Мы с ними поём. Конечно, они так вот пожиже отвечают. Нет. Вот 30 на выступление. Не бань девичных. Смертельные струны, между прочим. Смертельные струны, между прочим. Смертельные оборотня. А ещё, скорее всего, бурый волк. И я, короче, я лёг помедитировать. Тоже. Как смог. Побойду помедитировать. А через 4 часа я это буду обходить. Я прям, знаешь, сквозь медитацию у меня такое ухо такое. Через полчасика ты начинаешь слышать какой-то шорох. Просто так. Уля-ля. У нас вообще полчасика. А с другой стороны? Везде. Так, а я, наверное, слышу. Нет. Я, кстати, сквозь медитацию тоже. Я... Я не слышу. Я не слышу. У меня даже волосы слышали. У нас всё равно нет. Так. Я медитирую. Я медитирую. Если медитируешь, то можешь попробовать. Да, если медитирую. Если ты спишь, то ты как бы спишь. Если не сильно громко. А если медитируешь, то можешь. Я спрашиваю. У вас тут хищники водятся? Она говорит. Ну да. Это же магический лес. Да. В этой патрии. Она говорит. Я слышала, тут недалеко оборотни были. Да не, оборотни не страшно, а хищники есть. Она говорит. Ну ты не переживай. Недряд не едят. А потом она такая. Не то. Вообще-то я как-то не то. Вообще-то я как-то не то. Я очень рада, потому что мы же поклялись вас защищать. Я так встаю в какую-нибудь... И вы беззапазности у вас. Поближе к какому-нибудь вот шуршанию. Подхожу так, типа, я мимо вообще шла. Восемнадцатая у меня мастерности. Да, шестнадцатая. Ты видишь, как из кустов на тебя смотрят два жёлтых глаза и нюхают тебя. Глаза? После ваших пирожных стихов? Тихо. Глаза. А, я тоже знаю. Слушай, у меня нет знания природы, я не могу знания сделать. А можно хотя бы никакой моих? Ты ещё про ангелов не знал. Нам удрость можно. Говорю Триаде, чтобы она разбудила Анжел. Сейчас Триада будет Эржи. Что случилось? У меня тут глаза неопределенного происхождения. Видимо не хомячок. Я присматриваюсь. Если это хомячок такого размера, пугаться-то умеет. Знаешь, внимание, есть такой хомяк. Да. Простите, но я видел, как хомяки друг с другом дерутся. Мяки это вообще мод. Вы везите в кустах волков. А, тогда не страшно. Это волки. Ни хореньки же. А, ёлки, так кто же их сюда позвал? Значит, вы что-то выключили. И, собственно, из кустов тебя пытаются цапнуть. Какая у тебя защита? 19. Ницца. Ну, как тебе сказать? И внезапно понимаешь, что это волк. Нет, это же только волк. Волк? Может, это выяснили минуту назад? Разве я уже закричала и всем разбудила. Спасибо. Адриада не дерется. Адриада не умеет разговаривать с животным? Адриада не умеет разговаривать с животным? А вы умеете их упрощать? Так, сейчас. Адриада вас спрашивает, а кого очаровывать-то? Которого? Кроме вот того. Слева, который... Господи, как бы Дэрин это отличить от них? Он был факт, что вы меня... Она пытается очаровать вот этого... Зеленого? Да, Крайнего. Но что-то пока в нее не получается. Может, она не будет близко попадить? Да. Так. Пусть с вороной там посидят. Когда-нибудь я делаю триаду оборотня? Я бью. Сейчас увидишь. 16. Сказала, что они вообще-то надрядные нападают. Они же несвидобные. Отлично. Девять. Ананас пыталась успокоить. Ананас пыталась успокоить. Ананас пыталась успокоить. Да вы не переживаете, они на ряд не нападают. Ой, вы ж не вряд ли, ой. Ну я любил его. Ананас пыталась успокоить. Дамы. Поздно, конечно не хотела. Вот, поднимая руки, говорю, может говорим? А с кем ты разговариваешь? С этим. Ну он, правда, залит немножко, но меня это не смущает. Он грызет Девина за ногу. Да. Его нечем с тобой разговаривать. Вот эта цепочка. Этот грызет тут этого. Вот этот грызет этого. Сейчас боль вцепится под ноги. Какой путь. Я сейчас там белый ки хранится. Я сейчас там белый ки хранится. Он тебя рычит. Прокинь на мудрость. Действие движения. Ух ты. Нормально все. Понятия иметь. Он тебя рычит. Он грызет ногу. Девина тебя рычит. И просто бей. Я его бью. Рукой. Ну, в смысле прикосновениям. Я такая... Может поговорим? Да. Я предлагаю картину миссии. Может быть поговорим? И Вервольф такой. Боже, впервые в жизни женщина решила со мной поговорить. Конечно, любимая, прекрасная женщина. Я готов дать тебя. Да, тебе надо что-то. Никто. Ты не очень умница. Я сразу представила. Мисси теперь разозлить. И она пощечину даст. Не злынись. Это на атаку. Ты не попала. А, касание, касание, касание. Сейчас не попала. Ну, хорошо. Можем еще поговорить. Попробовать. Она игрива так. Как ты шалунь паукой. Я такая типа... Не рызи, Делина. Не рызи, Делина. Ты не можешь не жать, что-то я. Нет, ну, с другой стороны. Я снова кусаю вот это. И снова пытаюсь бить его с нокистем по правушу. Ээээ... Четырнадцать. Попал. Три. Я кусаю как бог. Попал. И на силу... Попал. Попал. И на силу 16. Сбил. Лежать, я сказала. Я тут так не посовется. И Дриада пытается... Зеленого очаровать? Да. И у нее получают. Ура! У него такая ути какая няша. И он такой к ней подхакивает. И такой у нее ручной верной. Она у чешет такую утиховую кладку. Она не может дух сразу, да? Пойдем. 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 Лековая война. Я дам野. До встречи. Бог möjлили! Коррикум. Наступanteử.